В этом видео я попытался собрать все слухи о самой ожидаемой среди любителей экстремальной съемки – новой видеокамеры. Мы знаем, что компания GoPro испытывает финансовые сложности. Почему для нас вопрос о сроках и характеристиках новой модели GoPro Hero 5 встает особо остро? Ждать ли новую камеру или искать альтернативу? Ник Вудман, исполнительный директор компании, уже пообещал, что GoPro планирует сделать Hero 5 наиболее подключаемой и самой удобной из когда-либо выпускаемых компаний GoPro. И хотя точной даты выпуска новинки еще не озвучено, но наиболее вероятным это событие называют октябрь 2016 года. Согласно слухам, GoPro Hero 5 будет поддерживать съемку видео в качестве Ultra HD в 8K, то есть разрешением картинки 7680 на 4320 пикселей, что в 4 раза больше по площади, чем разрешение 4K у настоящего флагмана Hero 4. Также ожидается, что Hero 5 будет включать поддержку съемки видео со скоростью 60 кадров в секунду. Напомню, что Hero 4 пока поддерживает только 30 кадров в секунду в режиме 4K. Скорее всего, ни 60, ни даже 30 кадров в секунду не имеет никакого отношения к предполагаемому 8K видео, поскольку на данный момент очень трудно представить себе компактный аппаратный чип кодирования с автономным питанием, способным перемалывать картинку 8K и записывать ее при этом на съемный носитель. Среди других слухов о возможностях, Hero 5 также фигурирует появление более емкой батареи номиналом 2800 мАч и поддержкой Bluetooth 4.0. Помимо всего прочего, для новой камеры также пророчат полную совместимость с первым дроном GoPro под названием Karma, и вполне возможно, что именно этим объясняется слишком длинный срок разработки Hero 5. Новинка просто обязана быть более компактной, более легкой по сравнению со своими и без того небольшими предшественниками. Это, пожалуй, все слухи, которые мне удалось собрать про самую ожидаемую новинку среди любителей экстремальной съемки. Спасибо за просмотр. Пока. Продолжение следует...